Говорит Москва, передаем важное правительственное сообщение. Великая Отечественная началась ровно 80 лет назад. В этот день фашистская Германия и ее союзники обрушили на мирно спящие советские города удар невиданной до этого силы. Стояло раннее воскресное утро. Сегодня мы собрались и вспоминаем всех тех, кто лежит в нашей земле. Кто умер в госпиталях Нижнего Тагила, кто не дожил до той счастливой майской даты. Сегодня мы вспоминаем наших ветеранов, ведь город Нижний Тагил внес свой неоценимый вклад в дело Великой Победы. И недаром в 2020 году указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Нижнему Тагилу присвоено высокое почетное звание Российской Федерации город трудовой доблести. Вечная память всем, кто внес свой вклад в наше счастливое будущее. В годы Великой Отечественной войны Нижний Тагил внес свой весомый вклад в дело Победы, как на полях сражений, так и в тылу. В подтверждение этому одна дата. 2 ноября 1942 года на Сталинградский фронт была отправлена танковая колонна «Тагильский рабочий». Она состояла из 24 танков Т-34, выпущенных на деньги тагильчан. Боевые машины участвовали в сражениях за город на Волге. Мы помним тех, кто погиб на фронтах войны. Мы помним тех, кто умер в госпиталях. Мы помним тех, кто замучены в транслагерях. Мы помним детей войны. Светлая память тем, кто не дожил до этого времени до Победы. Мы гордимся тем, что мы являемся потомками тех, кто ковал победу на предприятиях Нижнего Тагила. Кто освобождал, защищал нашу Родину, освобождал наши республики от фашистских захватчиков. Освобождал всю Европу. И печалимся о тех, кто не дожил до светлого дня Победы. Из Нижнего Тагила и перегородного района не вернулось с войны около 25 тысяч человек. Без вести пропало более 9 тысяч. До сих пор тагильские семьи ищут своих родственников через поисковые отряды. Например, Владислав Шарипов обратился в поисковый отряд «Соболь» с просьбой разыскать место гибели своего дяди Петра Марокко. И сегодня судьба солдата была передана ему в руки. Благодаря поисковому отряду «Соболя» сейчас мы знаем место захоронения нашего родственника Марокко Петра Григорьевича. Он был лётчиком 187-го авиационно-истребительного полка. И 2 декабря 1941 года, вот как объединение с «Соболь» нашли информацию, он погиб в бою. Завершился митинг возложением цветов и минутой молчания.